Всем привет, с вами Андронет, и вот относительно недавно мы с вами смотрели, как идут GTA-шки на iPhone 4s, который вышел в далеком 2011 году, и я решил зайти еще дальше. Причем об этом мне много кто писал в комментариях. Это сделать такой же тест GTA-шек, то есть GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, только не на iPhone 4s, а на iPhone 3GS, который вышел в 2009 году. Да, они сюда пошли, а вот как, сейчас вы увидите. Поехали смотреть. Ну и так как в этом видосе не будет никакой рекламы, по крайней мере за которую мне заплатили, я хочу порекомендовать вам подписаться на мой инстаграм и телеграм-канал, где я с вами общаюсь, что-то рассказываю, что-то показываю интересное, поэтому не буду больше ничего говорить, просто подписывайтесь, все, начинаем видос, поехали. Итак, первое на очереди у нас GTA 3, и в прошлом видео вы говорили о том, что мне нужно зайти в настройки и поставить русский язык, ну то есть вы мне давали понять, что он здесь есть, но как видите, русского языка в настройках нет. Возможно на какой-нибудь там пиратской версии или какой-то еще он есть, но в лицензионной его не нахожу. Окей, давайте приступим, покажу вам как вообще себя показывает GTA 3. Итак, ну что, игра началась, погнали, сразу видно небольшие проседания FPS, ой как громко, давайте убавим, так, вот так еще значит убавлялось на весь экран. Короче говоря, уже видно, что игра идет, ну во-первых она идет и уже хорошо, что она запустилась, но во-вторых идет она не очень-то и круто, с такими вот проседаниями, подлагиваниями, вот я врезаюсь в тачки, потому что очень трудно управлять. Вот, например, я сейчас проскочу, нет, и вот из-за лагов, ну и плюс еще из-за маленького размера экрана довольно тяжело попадать по кнопкам, вот так вот я сейчас древчу, все равно врезаюсь, но тем не менее, ну да, может быть первое время вот так вот погонять можно, но проходить игру на таком, во-первых, маленьком экране, во-вторых, на таком лагающем устройстве, ну то есть, понятное дело, что смартфон 2009 года такие игрушки уже особо не вывозит. Так вот, проходить игру с этими неприятными факторами было бы довольно бесячим занятием. Не, ну если уж совсем никакой возможности нормально поиграть в игры нет, а если вы прям любитель GTA-шек, то, ну что делать, приходится как-то с этим мириться. Ладно, я думаю, что дальнейшие слова здесь уже излишни, и вы хотите посмотреть, как же идет GTA Vice City на iPhone 3GS. GTA Vice City. Это была вторая игра, после которой я познакомился с серией GTA в общем, то есть, у меня была самая первая GTA, это GTA San Andreas, ну конечно же, я играл в нее на компьютере, а это у нас уже телефон. Когда я играл в GTA San Andreas, я даже не думал, что есть какие-то еще GTA-шки, это уже потом как-то я пошел в какой-то магазин, где были пиратские игры, и я увидел там вот как раз-таки Vice City, третью часть, вторую, первую, и очень этому удивился. На тот момент я был еще ребенком, и естественно, деньги мне давали родители на какие-либо покупки. И вот когда я увидел этот диск, я просто умолял то ли маму, то ли бабушку купить мне его. И да, мне его купили, но сейчас уже прошло несколько лет, и в такие игры, как GTA San Andreas, третью и Vice City, мы можем лицезреть на наших смартфонах. То есть, если у вас уже был потенциальный iPhone 3GS, который я сейчас держу в руках, дальнейшие GTA-шки, которые выходили на смартфоны, вы могли в них поиграть. Ну а как идет GTA Vice City, вы сейчас сами прекрасно видите, все точно так же, как и в случае GTA 3, здесь ничего нового не произошло, лучше, конечно же, не стало. Кстати говоря, чтобы себя поправить, также из предыдущего видео, где я записывал тест GTA-шек в iPhone 4S, хочу сказать, что GTA 3 вышла в 2011 году, Vice City в 2012, и GTA San Andreas в 2013 году. Ну, конечно же, я говорю про мобильные версии. На компы эти GTA-шки выходили еще раньше. Итак, последняя на сегодня GTA, это GTA San Andreas. И забудьте все, что я говорил про то, как лагают GTA 3 и Vice City. San Andreas это просто какое-то слайд-шоу. В тройку или Vice City там еще хоть как-то более-менее можно нормально поиграть, но здесь лаги прям, ну, довольно сильные, и вы сейчас это все прекрасно сами видите. Не, конечно же, ради интереса я сейчас поездю, там побегаю, может быть, кого-то побью, может быть, даже на самолетике полетаю, сейчас мы до этого дойдем, и я просто расскажу вам про свои ощущения. Но я уже чувствую, что играть очень некомфортно. Еще эти маленькие кнопочки, по которым довольно трудно попадать, это прям раздражает. И я еще также заметил, что графика стоит прям самая минимальная, которая могла бы стоять. В айфонах ее, правда, нельзя настраивать, то есть я не могу поставить высокие настройки, низкие, там, средние, как это можно сделать на Android смартфонах. На айфонах все иначе. Но я довольно удивлен то, что GTA San Andreas вообще хоть как-то допошла на этот смартфон, на iPhone 3GS 2009 года. Я не знаю, было ли такое, что GTA San Andreas не шла у кого-то на компьютерах, ну, возможно, когда-то давно, когда еще она только выходила на компьютеры в 2005 году, может быть, такие компы и были, которые GTA San Andreas потенциально запустить не мог. Ну, или мог, но с жуткими лагами. Вот, к примеру, как сейчас на iPhone 3GS. Я помню, в своем детстве, когда у меня вот появился там первый какой-то компьютер 2003 года, на него GTA San Andreas абсолютно спокойно шла. Я помню, балдел вообще от этой игры, играл целыми днями, в основном только в нее и играл. Помню, у друга был компьютер, которому я тоже ходил в гости, только ради того, чтобы поиграть в эту GTA San Andreas. И у меня постоянно были безумные эмоции от этой игры, и я даже старался бегать, как этот CG, главный герой игры, прыгать, как он, в реальной жизни. Настолько я проникался этой игрой. Возможно, кстати, я не замечал тех лагов, когда еще тогда играл, ну, потому что мне не с чем было сравнивать. Но сейчас же я могу с чем сравнить, вообще много чего могу сделать. И, конечно же, то, что мы сейчас видим, это считается некомфортной игрой. Тут, наверное, где-то FPS 10. Да, вот так вот мы со временем зажираемся, нам нужно все лучше и лучше, чтобы была лучше картинка, чтобы плавнее все это шло, работало. Но когда-то вот мы довольствовались тем, что есть. Я думаю, если человек в 2013 году, имея iPhone 3GS, скачал GTA San Andreas, ну, я не думаю, что он прям так сильно бы придирался к таким тормозам. Хотя, хотя я не гарантирую этого. В 2013 году уже был iPhone 5s. На iPhone 5s однозначно GTA San Andreas идет намного лучше. Ну, мы также убедились, что GTA San Andreas идет и на iPhone 4s хорошо. Ну, вот телефон 2009 года, он ее хоть и тянет, но довольно с трудом. Ну, и, в принципе, как-то так. Я думаю, можем подходить к завершающему слову. Хотя, бонусом перед финальным словом покажу вам еще одну игру, только это уже мини-игра, Hill Climb Racing, которую можно абсолютно спокойно скачать в App Store. Вот так вот она идет гладко-сладко и, в принципе, играть довольно приятно. Единственный момент, что данная игра довольно затягивающая и в какой-то степени бессмысленная и бесконечная. Нет, она может быть не бессмысленная. Удовольствие вы от нее получаете. Но, если вы в нее заходите, она может вас надолго не отпустить. Поэтому, если вдруг у вас где-то завалялся iPhone 3GS, в мини-игрушки вы спокойно поиграть можете. Какие-то там скачиваются, хотя это надо знать, какие игры можно качать. Ну, вот Hill Climb поиграть можно. Вот именно в нее, кстати говоря, я и играл в основном, когда у меня был эксперимент недели с iPhone 3GS. Это уже старый эксперимент. Можете, кстати, посмотреть. Я оставлю ссылку в описании. Ну, и по аннотации можете перейти, глянуть. Эксперимент был довольно интересным. Ну, вы все и сами прекрасно видели. GTA-шки на iPhone 3GS идут уже не так плавно, как на iPhone 4S. Но, тем не менее, они сюда пошли. И это очень удивительно. Можно поиграть. Да, другой вопрос. С удовольствием или нет? Ну, и если вам понравилось данное видео, поставьте ему лайк. Кстати, подписывайтесь в мой телеграм-канал, где я с вами общаюсь. Также в инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Группу вконтакте. И что-нибудь еще там найдете. Тоже туда подписывайтесь. Все. Всем удачи. И пока еще обязательно. Увидимся. Па!